Ребят, всем привет! Меня зовут Алексей Ермаков. Мы находимся в ресторане La Perla Nero. Сегодня я буду вам показывать, учить и рассказывать, как готовить умопомрачительные ризотто, естественно, с томленым ребром. Я являюсь бренд-шефом Paloma Contina, шеф-поваром El Capitas Bar и бренд-шефом La Perla. Поэтому, ребят, нам сегодня еще и так повезло, что нам метро предоставило все продукты. Начнем готовить ризотто. Для этого нам понадобится лук-шалот, обычный лук, морковь, чеснок, оливковое масло extra virgin, тимьян, мята, сливочное масло, рис арборео, пармезанчик в метро и, естественно, говяжье ребро. Начнем по порядку. Для начала возьмем говяжье ребро и обжарим. Жарим на гриле. Дома это можно сделать на обычной сковороде гриль. Жарим. Так, в этот момент мы берем морковь, лук, прям большими кусками. Не стесняемся, кладем, потому что это все равно все будет томиться, бурлить долго. Кладем ребра. Берем соль. Заливаем все мы это дело водой. Чтобы не сильно погружалось, заливаем водой. Берем фольгу. Все, залепили фольгу. И убираем в духовку на 10 часов на температуру 100 градусов. Так, ребят, ну так как я все-таки красавчик, я уже это сделал заранее. И у меня уже вот готовое мясо есть, разобранное на волокна. Оп-оп. Делаем самое интересное. Берем лук-шалот. Возьмем чесночок, раздавим его и порежем. Все, теперь можно начинать дальше готовить. Берем оливковое масло. Наливаем в сотейник. Скидываем лук и чеснок. Берем рис арборио и высыпаем. Обжариваем слегка. Берем белое вино. И выливаем. С вином, кстати, можно вообще не экономить, можно добавить еще чуть-чуть. Я так как не пью, но очень люблю использовать вино в кулинарии. Все, ждем, когда это все выпарится. Добавили вино, подвыпарили, добавляем куриный бульон. Вся фишка ризотто, что нужно чаще мешать, чтобы крахмал от риса отходил и получалась такая достаточно эмульсивная среда. Возьмем, естественно, вообще, как можно готовить, без чего, правильно, без сливочного масла. Поэтому мы берем нормальную царскую ложечку и добавляем. Теперь пришло время тимьян. Оп, тимьянчик пошел. Берем пару листиков мятки для свежести, режем и добавляем. Вообще, ризотто – это одно из моих любимых. Мне до сих пор непонятно, все кулинары спорят, что это такое паста все-таки или просто рисовая каша. Я все-таки отношу ее к пасте, потому что здесь есть, опять же, оливковое масло, здесь есть пармезан, который мы сейчас будем добавлять чуть-чуть попозже. Пока что нужно посолить. Солим, опять же, в меру, по той причине, что у нас есть пармезан, который уже достаточно соленый. Ждем 5-6 минут и готово. Естественно, всегда надо добавлять сахарку, потому что соль, сахар, перец – это что? Это усилители вкуса раз, это лучшие друзья Мишлены – это два. Ну и мне просто очень нравится. Вот уже, посмотри, как уже загустело практически все. Еще чуть-чуть и готово. Просто космос. Все, пойдем отдавать будем. Берем наше мясо. И, естественно, пармезанчик. Оливковое масло. Готово. Не считать говядины, готовится 15 минут. Так, ребят, мы приготовили наше блюдо. Все продукты нам предоставила Метро Кэшн Керри. Спасибо вам большое. Я, Ермаков Алексей, если вдруг кто забыл. Являюсь бренд-шефом Палома Кантины, Ля Перла, Санкт-Петербург. И плюс Эль Капитас Бар. Подписывайтесь, не забывайте про меня вообще. Следим. Спасибо.